Следственный комитет России обнаружил нарушение в ходе приватизации ЮКОС. Об этом заявил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Речь о событиях 95-го года. Для участия в инвестиционном конкурсе и залоговом аукционе команда Ходорковского представила фактически принадлежащий ему ЗАО «Лагуна» и ЗАО «Реагент», сообщив, что являются самостоятельными юрлицами. Победила «Лагуна». Однако оплата за акции была произведена за счет средств банка Минатеп, фактически за деньги клиентов и вкладчиков. При этом на счета Минатепа средства не вернули, а несколько лет спустя банк и вовсе обанкротили. Таким образом, акции были получены Ходорковским за чужие деньги, то есть фактически похищены.